Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталия, и у меня есть плохие новости, но великолепное решение! Просто досмотри видео до конца, ты просто офигеешь, насколько это гениально! Многие же наверняка заметили, а кто еще не заметил, тот все равно столкнется с этим. В Стиме отключили возможность оплаты и покупки игр из России, используя стандартные платежные средства. Теперь игру не купить, подписку не продлить, но это касается лишь платежей с банковских карт и прочих сервисов оплаты. И никак не влияет, и повлиять не может на оплату со счета кошелька Стима. Паниковать не нужно. Ты сможешь покупать и игры, и предметы в играх, и скины, и все прочее, что тебе нужно, как и раньше. Для этого лишь нужны средства на кошельке Стима. Но если у тебя их там нет, или уже закончились, то ты можешь зачислить их на кошелек, используя любую внешнюю площадку по торговле с кинами и предметами из Стима. Для тех, кто не знаком с этим, возможно звучит страшно, но я конкретно сейчас покажу, как это работает, и то, чем я пользовался лично, и поэтому полностью уверен в прозрачности и абсолютной безопасности этого. И это не реклама. Но я был бы очень не против, если бы мне заплатили владельцы этой конкретной площадки за фактически, по факту, их рекламу. Но я это делаю не ради этого, а ради своих зрителей и подписчиков, чтобы они не остались без игр в Стиме. Все, что нам нужно, это войти на сервис Market, CSGO, Dota 2, Team Fortress 2. У них тут разные площадки на скины и предметы различных игр. Выбирай, в принципе, любую, которая тебя заинтересует. Ссылка, разумеется, будет в описании. Я же покажу тебе на примере Team Fortress 2, как это работает. Ты волен выбрать любую другую их площадку. Необходимо произвести минимальные настройки, чтобы боты этой площадки могли с тобой вообще, в принципе, работать и передавать тебе предметы. На этом останавливаться я подробно не буду. Здесь прекрасно и доходчиво все это представлено в разделе «Как это работает». Мы же сразу перейдем к делу и тому, как же отсюда завести деньги на кошелек своего Стима. А для этого нам потребуется купить любой скин или предмет с этого маркета, используя, собственно, свои привычные способы оплаты, которые теперь не работают в Стиме, но работают здесь. И продолжат работать в любом случае, поскольку эта площадка наша отечественная и она продолжит принимать оплату, как бы ситуация дальше не развивалась. Они будут работать, потому что работают внутри страны. Они даже об этом дополнительно сообщали. Заводишь деньги на сервис, здесь большое количество различных способов, я тестировал с карты, все работает. Я проверил. Деньги зачисляются без проблем. И отправляешься в раздел «Покупки предметов». Я покажу на примере ключей. Ты, разумеется, можешь использовать любые другие предметы. Выберем вот эти ключи. А тот, кто досмотрит до конца, просто офигеет. Гарантирую. Покупаем ключ. Неважно, давай прям по любой цене, не критично. Ты сейчас все увидишь. Запомни цену, по которой мы купили. Запомни ее. Забираем наш предмет у бота. Нажимаем «Забрать». Подтверждаем получение предмета в инвентарь своего Стима. Стима. Да. Разумеется. Все. Предмет наш. И далее отправляемся на торговую площадку уже Стима. И... Смотрим на цены. Ты помнишь, за сколько мы его купили? А теперь посмотри, за сколько мы его сейчас продадим. Далее следует минутка отвисания челюсти у тебя. Да? Я прав. Причем подобная же ситуация будет не со всеми абсолютно предметами, но с их доброй половиной. А просто сравнивай цены на внешних маркетах с ценами в самом Стиме. Эти предметы можно всегда купить на порядок дешевле на внешних маркетах. Эта ситуация не нынешняя. Так было всегда. И если ты не знал до сих пор об этом... Ну... Теперь я могу тебя поздравить. Я, например, этим пользуюсь уже примерно... Лет шесть. Причем важное замечание. У полученных таким образом предметов нет семидневного трейдбана. Поскольку они были получены путем обмена. Ты можешь их продавать сразу. Деньги от продажи поступят на твой кошелек в Стиме. И ты сможешь их полноценно тратить для любых покупок и оплат в Стиме, как тебе заблагорассудится. Ставь лайк, если понравилось. Подпишись, если помог. А если очень сильно помог, то можешь и отблагодарить. Тем более, рекламу на ютубе выключили для России. И я не получаю от этого видео ничего. Пока.